Я рад всех видеть, наших друзей, соратников, единомышленников и кто хочет высказать свое мнение о дзюдо. И сегодня у нас впервые проходит такая конференция. Ну, сразу хочу сказать, что она проходит в рамках проекта «55 лет олимпийскому дзюдо». Вот, такая дата юбилейная. И тема сегодняшней конференции – это дзюдо «Наука, практика, искусство». Всем понятны слова «наука», «практика» тоже понятна, «искусство» тоже понятна. И мне бы хотелось, сегодня у нас будут несколько докладов. Это, точнее, не несколько, а три доклада. Мой доклад небольшой, Роман Михайлович Дмитриев, расскажет о своих видениях и проектах. И Евгений Вразьев, так сказать, свое видение скажет дзюдо, развитие и так далее. Вот, ну, я беру, как бы, такое право, ну, по мастерству Романа Михайловича. Ну, можно? Да, давай. Начинать? Да. Дайте, мои бумажечки, да. Я сейчас вашу... Данные потребуют. Я раздумал, чтобы показывать какую-то презентацию. Так я загляну там, если что. Все, начать так. Нет, две стати. Да. Вы сами решите, так, это одна. А я просто таблика, табличка, таблика. Своими словами? Вы написали, что есть? Ну, что-то еще в статах есть, я вам расскажу. Роман, пожалуйста, давайте подумайте сами, да. Я что больше понравилось? Садитесь. Мне и то, и то понравилось, но больше, конечно, карта, потому что все-таки я так ее более изучаю. Значит, одна работа такая, ну, скажем так, я немножко освеженых, я думаю, ну, по долгу службы приходится в УЗЕ, я работаю в университетической культуры, в нашем российском, старое название, ЦАЛИП, доцент кафедры теории методики единоборств. Вот, статья в савторстве, ну, в общем, у нас три автора здесь. Значит, есть такой тренажер, он называется тренажер Агашина. Представляет собой некое плечо-арчага, маркера нет, но рисовали. Вот, но две пружинки посредине грузик. И когда начинается раскачивание, да, этот грузик, смещая пружинки, периодически создают такие колебания. Это, ну, скажем так, безопасные колебания для человека от 1 до 5 Гц, не очень высокие частоты. Вот, это, он имеет медицинское назначение, вот, этот автор Агашин, значит, он уже, к сожалению, умрет в Царстве Небесное, но вот он делал для физического восстановления больных после травм. Смысл этого действия тренажера в том, что вот эти колебания, они, независимо от того, какое упражнение ты делаешь, как там, куда, толкаешь или тянешь, ну, вот это все, да, он заколебает по всему организму. Мышца работает в режиме напряжения и расслабления от 1 до 5 Гц. То есть это задействует все мышцы организма. И, особенно, когда часть тела травмирована и двигаться не может, а в ней все равно мышца работает в режиме напряжения и расслабления. Создается определенный эффект, ну, восстановительных, его снабжение улучшается и так далее. То есть медицинский сертификат он имеет, и его автор, собственно, его так и задумывал, Агашин. А вот мы решили с его уже младшим братом, тот уже был покойный, с младшим братом его, решили попробовать, какое влияние тренажера оказывает на наших спортсменов. Спортсменов, это в нашем университете, детей спортивной школы, там разных разрядов, там от новичка до первого юношеского разряда. И вот тем требованиям, которые предадут тренажерам, а они вот таковы, каждый тренажер должен соответствовать природе функционерного человека. Первая позиция. Соответственно. Тенажер должен оказывать развивающие действия на показатели. Разрешивающие силы, быстроту, физические качества. Наверное, соответственно. Тенажер должен быть доступен, в основном, и высокоэффективен для занятий с контингентом. Да, доступен, очень удобен. Тенажер должен быть обеспечить интерес, удовольствие и комфорт в использовании. Ну, вот я сейчас регулярно тоже сам лично использую. Достаточно встать, например, стоя, взяться за ручку, да, и не такими небольшими движениями разогнать этот грузик, от веса груза зависит от частота колебаний. И он начинает сам уже в тебе отдачу давать, и ты как бы только успеваешь его поддерживать. И колебания по всему телу. Можно так там толкать, можно в сторону толкать, можно взять за два конца и вот так гонять между собой, но при этом колебания все равно будут по всей мышце облететь. Те, которые держат, будут чуть больше напрягаться, остальные будут в режиме напряжения и расслабления работать. Решили попробовать есть ли какой-то тренируемочный эффект от использования. И поэтому такой наш исследователь был разработать методические приемы занятий тренажером. Ну, был для группы спортсменов, там, по-моему, Лерка Савадовича, когда я пережила, упражнения. Для, в качестве исходного теста, мы использовали перемещение в двухпетровой зоне тремя приставными шагами. Ну, так, это стандартный тест, да, передвижение. И в конце на третьем этапе тоже проверяли, насколько это у них изменилось. А вот основной этап как бы внедрения тренажера был таков. Давайте при упражнении. Первый упражнение, стоя ноги врозь, руки вперед тренажером, и при упражнении груза вперед-назад, вот так, да, то есть, ну, или вот так, мы оттолкали. Горизонтально держали, есть разные варианты, тяжелые, не тяжелые. Можно сеть с собой, кстати, маленький какой-нибудь. На будущий возьму. Потом ноги врозь, руки вперед, тренажер между руками, и гоняем его между руками. И третье упражнение, ноги врозь, руки вниз к тренажеру. Это вот я уже показывал, вот так, встаете, тренажер вниз. И только движением ног, да, все остальное только держит позу. Вот, и делали этот, эти упражнения делали по 30 секунд в разминке, несколько раз, два-три раза в основной части, между стандартной нашей работы, тренировки, и несколько серий, там, по 30 секунд в заминке. Вот, и получились такие результаты. Где-то процент на 2,25 ритмической структуры улучшилось в движениях, перемещений. Но, скажем так, большого положительного эффекта не нашли. Скажем, на развитие силы, быстроты, выносливости никакого влияния мы не получили. Ну, мой возможный эксперимент был просто разовый, может быть, нужно было повторить его потом несколько раз. Но, скажем так, появилось немножко коррекционные какие-то вещи. Ритмическая структура улучшилась при движении, они стали чуть-чуть быстрее делать это. Потому что вот это перемещение в компьютеровую зону тремя шагами, оно такое, это узкое упражнение на быстроту, но при полном контроле коррекционном, да. И там, если как только чуть больше, быстрее начал делать, потерял контроль. Начал сильно контролировать, замедлился. И вот это сочетание у них стало чуть-чуть получше. Ну, 20% это, в принципе, неплохой прирост, но это все-таки хотелось бы лучше. И вот в остальных других показателях, мы так пассивно, это как основной тест был, ну, подтягивать, там, отжимания, все, пробовать. Ничего не изменилось, как бы так, как и было. Ничего такого серьезного мы не получили. Но появилось такое ощущение, многие отметили спортсмены, ощущение легкости при выполнении разных упражнений. Например, в лазании по канату. Все отметили, что когда надо лезть скоординированно, кто не очень хорошо лазил, им почему-то стало легче лазить. То есть, возможно, когда внутренняя координация появляется за счет того, что мышцы вот в одном режиме волновом работают и как-то вместе, дружно работают, и, возможно, это переносится на эти упражнения, на обычные упражнения. Там ощущение такое, скажем, ну, межмышечная координация появляется, возможно. Мы, к сожалению, пощупать не смогли это, но все отметили это субъективное ощущение, что мне стало легче это делать, легче это делать. По силе, по выносливости, и по гипости, естественно, ничего не получили. Ну, вот, это, конечно, какие-то вещи появились. С ритмической структурой научилось ощущение легкости при выполнении различных упражнений, как вот на канате все отметили, вот, и в перемещении. Скажем так, получили результат, что как тренировочное средство для развития там силы, выносливости и гибкости нам нет, но как снимающие напряжение после силовой тренировки очень хорошо, после тренировок протолкаться разными упражнениями, мышцы поработали, не очень тяжело, но зато вот эта забитость исчезает. Это почувствовали, что, ну, поскольку, уже он был опробирован в медицинских учреждениях как восстановительный, никто его эту функцию не оспаривает, и мы получили это подтверждение, что да, после силовой тренировки стало легче, немножко какая-то координация в глазни по канаду появилась, и в этих наших основных тестах, которые мы проверяли, появилась чуть-чуть получше ритмическая структура, значит, соответственно, скоординировали быстроту и контроль, и получилось, как бы, что чуть-чуть побыстрее стали делать. Ну, 20% это, учитывая, что за 30 секунд надо сделать там сколько перемещений, ну, допустим, там было 20, там стало там 2,2, 2,4, ну, то есть это, не сказать, что это, ну, очень большой эффект, то есть он такой не очень значимый, ну, во всяком случае, какие-то результаты мы получили, безусловно, вреда от него нет, это первое, а какая-то польза есть, как в восстановительной, и как в межмышленной координации, да. Вот такие выводы получили. Вот, основной вывод, значит, я сочетаю выводы, используя тренировки, дают значительные просто показатели быстроты, но значительные здесь, конечно, громко сказано, при движении по татаме, в связи с ощущением легкости, при выполнении других упражнений, снятия усталости в конце тренировки, позволяет в результате использовать тренажер, и имеет рекреационный эффект. Да, здесь вот, о рекреации есть. И вышеизложенный говорит о целесообразности, продолжение исследований в этом направлении. Вот, поэтому будем исследовать его на воспитательском расстоянии, качестве, лобкости, гибкости, и обучение двигательных действий сюда. В дальнейшем, ну, скажем, широкого распространения пока не получило, поскольку это был тренажер авторский, и целью вот этого, скажем, одного брата, этого изобретателя, была задача все-таки его как-то реализовать, как коммерческие предложения, то есть купить, я просто не взял, надо было взять, есть, вплоть до того, что есть небольшие такие, в трубочку сделанные, то есть закрытые полностью, в цилиндре, там грузик есть, пружинки, они вот небольшие, можно одной рукой там делать. Есть большие, с большими грузами, с большими ручками там, то есть, и они стали наладить производство, стали его как бы реализовывать, как коммерческий продукт, там даже адреса телефона, там все было этого, если что, я потом посмотрю, на что там написано, Мегамакс, там фирма какая-то, производит, то их задача, все-таки, было больше его как-то реализовать, а нам был интерес попробовать, а вообще, даст ли он какой-то эффект или нет. Вот тут небольшой эффект, который мы получили, все-таки, говорит о том, что вреда от него не будет, и польза, во всяком случае, репетиционная есть. Ну, можно дальше поисследованию. Я использовал, когда вот для себя, когда после операции я принял себе дозаленный сустав, и заниматься, и ходить было, допустим, тяжело, там сначала на констилях, но с палочкой, и ходить, какие-то упражнения делать, пока еще там было немножко тяжеловато, я активно это использовал. Он помогает, как раз, обжать там, да, пораженные участки, которые восстанавливаются. Ну, в принципе, зная, что точно вреда не будет, и будет только хорошо. Вот в этом плане, в медицинском, он, несомненно, конечно, хорош, и в восстановлении, ну, а для развития, может быть, просто надо какие-то величину груза, плечи рычага, подумать об этом, то есть, как бы тут, в том виде, в котором нам его автор предоставил, сам этот, ну, тренажера, серийные вот эти вот образцы, они вот дали такой результат. Но, в принципе, у нас не было задачи его рекламировать, как продукцию, поэтому мы для себя это делали, на детях опробовали, ну, и детишкам интересно, тоже попробовать, что-то новенькое вот это. Вот, так что, вот, это первая такая позиция, по тренажерам, так он, надо так и называть, тренажер Агашина. Я просто интересный факт еще расскажу по поводу этого Агашина, тренажера. У меня есть приятель, он живет в Кировской области, в городе Советске, вот, и он специалист по, вы там не бывали на турнире, не ездили? в Советске? Нет, в Советске ездили. Там у них, к звездочке дзюдо, там проводятся. Вот, Злобин Владимир Александрович, там, который, один из, вот, как бы, инициативных людей, там, вот, вот, он специалист по гимнастике был, дзюдо, он потом позже пришел. И, собственно, его основная профессия, жена специалист по ЛФК. И они там технику преподавали, и ЛФК жена ведет. И когда я ему претенджер показал, он приехал, в Москве был, я ему показал тренажер, как мы пробуем его там с детьми, вот, и так, в собственной практике. Он говорит, слушай, а мы такое делаем. Только они делают по себестоимости гораздо дешевле, чем эти тренажеры, чтобы не покупать. Делается очень просто. Они берут бутылку из-под Пока-Колы, наливают до половины водой. И вот, за эти горлышки держатся люди, пожилые, и, тоже их толкают, качают, вода болтается, и появляются те же самые колебания. Эффект тот же. Вопрос в том, что здесь, вот эти грузики там взвешены, рычаги просчитаны, частоту они выдают, у них есть сертификат соответствия, что частота они более 5 Гц, и так далее, это одно. Более, скажем, научно сделанное. А бутылка с водой, ну, какие-либо они, не знаешь. Ну, наверное, такие же, но, близко к этому. Но, когда тяжело делать какие-то такие серьезные упражнения, уже в преклонном возрасте, то вот это вот, потряхивание воды, оно дает эффект оздоровающего наше тело. И он говорит, мы давно это используем. Я говорю, слушай, ты, получается, может быть, даже раньше Агашина как бы там такая вот форма, бутылки с водой дают такой же эффект. Я говорю, значит, дешевле, пустая бутылка и вода, это вообще дешево. А этот, конечно, стоит каких-то денег. Но, здесь он такой цивилизованный. Как вы сказали, может быть эффект, когда ты уже создаешь продукт, который выменен, грузики, рычаги. официальный продукт, со всеми сертификатами, со всеми. Эффективнее. Просто люди, исходя из потребностей, выходит такими простыми способами, как бутылку воды налить. Это, кстати, по мере колебаний можно, кстати. Взять вот бутылку, закрепить, померить колебания и определить, сколько она выдает. Но это уже половина литая. Четверть налитая. Подрежности будут, но главшим вреда не будет. Но, в принципе, вроде как, по их опыту всем только плюсики. То есть, всем хорошо стало по живым людям. Ну и все, значит, мы где-то рядом пойдем. Поэтому я не думаю, что это какое-то сверхизобретение, потому что то, что вот колебания, которые на нас воздействуют, они известное дело, что, допустим, частота магнитного поля земли 7 Гц, и если мы будем в этой чистоте жить и потреблять продукты, которые имеют вода заряженная в 7 Гц, это будет благотворный эффект и нам навечно лезем есть. Даже если воду попить, заряженный в 7 Гц. Поэтому здесь от 2 до 5, но близко где-то к этому, если только 5 Гц, это будет неплохо, скажем. Поэтому здесь, я думаю, что здесь ничего такого сверхъестественного никто не придумал, но мы попробовали вот по предложению этого изобретателя, его фирмы, которая тренажер изготавливает, помочь им. Мы вот вместе как-то это исследовали и вот в виде каких-то материалов это вышло. Мы с ним еще вместе статью там делали ранее с этим Агашным, мы делали с ним в журнал какой-то такой более... Он вот хотел, конечно, получить хороший эффект, чтобы в медицине вроде добились, там у них есть даже медицинский сертификат, а в спорте хотели больше результатов. Но, к сожалению, то, что получили, то и получили. Он сдал большего, чтобы потом можно было это проанонсировать и как-то более продать. Он думал, что этот тренажер даст прирост в каких-то физических качествах? Да, он полагал, что это даст большой эффект, но мы... Я уже предполагал, что большого не даст, но, во всяком случае, какой-то вот реграционный, межмышленной координации, где-то что-то есть. Зацепились за что-то, давай дальше работать. Но дальше у нас как-то так... Ну, не то, чтобы встало, но в таком... Я говорю, я вот сам лично использую для себя, как зарядка, там можно по 30 секунд, перерывом в 30 секунд несколько серий сделать. И если несколько раз сделать, начинаешь уже и потеть. То есть, как бы пробивает, пробивает. То есть, работа есть. Но не более того, то есть, там, никакого, конечно, там, качком не станешь. Вот. Это просто из опыта, да? Я, как правило, все... Ну, то, что хочу доложить, это то, что мы реально делали сами, поэтому ничего такого надуманного нет. Поделиться просто своими... Я потом, в общем, постараюсь дать вот в этот сборник, может быть, дать эту ссылочку, что за контора делала. Я боюсь, что, может, даже телефон изменились. У них эта фирма Мегабакс давно существует. Делает ли она сейчас эти тренажеры? У меня-то они уже образцы не новые. Возможно, они уже... Но какую-то информацию приложить к этому материалу, чтобы там было понятно. Кто захочет это приобрести, или поинтересоваться, как они выглядят? Я просто думал, что... Ну, вот... Будет презентация, картинки, увидим эти. Видео посмотреть можно будет? Да, вот, доклады же будут там вот. Ну, я вот могу дать их показать, как они выглядят. Просто вот Роман распечатал, просто было вот презентацию. Вот наши детишки стоят там, делают эти. Они вот есть такие, а есть ли кто в струбочке. В струбочке такая вот. А, то есть она вот именно... Нет, внутри, там внутри все. Она в цилиндре запаяна. Там грузик... Вот такая форма, это обычная. Грузик, пружины, вот два ручка и такой... А там сделано все уже внутри, просто в цилиндре. Ну, это маленькие сделали такие. Большие вот так вот. Вот они там, значит, я упражнение делал. Я специальный флагерач приложил к этому. Ну, они в цвете, там, в презентациях, там, везде. Так что в статье, которую будет в сборнике, вы это увидите. Вот. Теперь вторая. Второй доклад, как бы, да, тоже небольшой. Это... Ката в технической подготовке дзюдоистов. Ну, скажем так, мы знаем, что в дзюдо традиционно используются традиционно формы, как ката, в переводе образец, да, или форма, и заранее определенные движения, атаки, защита и так далее. Рандори, свободная практика с целью изучения премьев атаки и защиты, и шиаи, соревнования. Ну, вот в практике советского и российского дзюдо за всю нашу историю в основном используются только различные там тренировочные упражнения, тренировочные сплакты, там, и тогда... То, что называется рандори, сходность рандори. И соревновательные поединки, то, что у нас, то, что шиаи есть, да. А вот такой вид ремешной практики как ката как-то долгое время у нас не практиковался. Вот, ну, я как-то попал в эту, что называется, в это направление в 2004 году, как вступление немножко, Европейский советский дзюдо прислал нам информацию о том, что будет судейский семинар по суде по ката и планируется чемпионат Европы. И мы, значит, поехали в Италию на семинар. Тогда еще было все очень размыто. Были варианты. Японцы проводят у них одни, значит, как бы правила. Там, в других странах как-то по-другому. Начали приходить к общему знаменателю. Это был первый судейский семинар в Италии в гости. А в 2004 году в Петербурге был ветеранский чемпионат Европы. И там сделали утром соревнования по ката, а вечером уже борьба была. И, собственно говоря, там не столько было там нужно, наверное, определить там чемпионат призеров, сколько попробовать судейскую практику перед тем, как сделать уже официальный чемпионат Европы. В 2004 году в Питере на ветеранах попробовали, посудили. Была одна система судейства. И уже потом, в 2005 году в Лондоне прошел первый чемпионат Европы по ката. И я вот, начиная с этих вот, с первых семинаров, с 2004 года ветерана, из 2005, все эти чемпионаты каждый год сужу. К этому участвую. Нам приходилось давать экзамен, чтобы получить это лицейство, и так далее. И в этом направлении немножко в нем находимся, занимаемся. И решили мы сделать так, попробовать сравнить тренировочные средства, которые у нас традиционно используются, и как-то как, не как форму контроля, а как тренировочные средства. Значит, как правило, основным критерием, ну, насколько мы хорошо работаем над техникой, является соревнование. То есть, если мы там реализуем свою технику, соревнование, значит, там мы...